Знайли. Знайли. Долина реки. Ара и Аллах. Ёлки. У нас топоним и якутский. В чем дело? У нас долганский топоним. Основа долганского языка. Якутский. Сами долганы произошли от трех народов. Это якуты, венки и русские. Кадастры и все. Этноним. А перевели вы все правильно. Так и есть. По мере реку не так же называется. А вот это озеро знаете как называется? Вот это маленькое. У Олба. Олба. Знаете как это переводится? Нет. У нас Олба. Озеро пересыхающее. Вечное. Как с вами хорошо. Замечательно. Ну что, дайте вам еще минутку в телефонах посидеть. Работайте. Надо вам успокоить. Потому что он лично знакомый. И он здесь все равно. Слушать. Да. Отлично. У нас якутский навечный мерзлоте. В 708 году я сейчас посмотрел. Слушать. Капитральный собор каменный. А на чем? На свая? На ленте. 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 Возможно у вас линза лучше. Промернуть. Линза, а не вода. Сверхлёвщаяся грязь. А, шланг. На ленте. Вот это возможно и влезает. На ленте. На ленте. Почему народ частично отсутствует? Замечательно Мы едем в историческую часть Норильска Который назывался Горстрой И что интересно Ведь вот это место Которое выбрано было под строительство Норильска Тем самым, как только в Непокайчицке Оно далеко не самое лучшее Просто невозможно было построить там город, где хотелось Лучшее место было это там, где сейчас Надеждинский металлургический завод Великолепный выход Габрадиобаза Ровная поверхность, плато Надежда Если бы там был построен город Он стоял бы монолитно и совершенно просто вечно Очень хорошее основание Но вы же помните в чем проблема? Проблема дорог Слишком далеко 10 километров отсюда А вот это, 3,5 километра, что мы с вами проехали Это, так сказать, компромисс Вот это место не самое лучшее Здесь есть скальные выходы А есть и проблемные болотистые места Именно поэтому город сегодня щербатый Многие дома попадали Но это мы чуть-чуть потом с вами Когда будем говорить о свайном фундировании Про это будем говорить Визитной карточкой нашего города является площадь Октябрьская Вот она перед вами Архитектурный шедевр Авторы Непокачистки и Миненко Бесспорные, скажем так, авторы Поскольку еще в 46-м году на стадии проекта Эта площадь получила первое место на конкурсе архитектурных проектов РСБСР А после строительства в 48-м году Она получила второе место на конкурсе архитектурных проектов При том, что первое тогда решено было не присуждать Было два вторых То есть это площадь победительница сразу И сразу он заявил о себе именно вот этим Поскольку учили его в Ленинграде, понятно, классическому барокко То есть здесь на риске Непокачистки решил Сделать именно такую барочную схему Эрмитаж, да? Ну, не Эрмитаж, но мы гордимся А вот что это за дома? Как они строились? И почему все именно так? Это мы с вами поговорим буквально через минуту, когда остановимся Сейчас я хочу вам вот что сказать Смотрите, мы с вами должны будем выйти вот на этой площади И пешком прогуляться 200 метров до следующей Потому что возле каждого дома выходить Это неправильно А во дворы заезжать наш автобус практически не может Потому что он для Норильска гигантский Понимаете? Поэтому, пожалуйста, одетесь потеплее И мы с вами минут 20, а может быть и 30, если повезет Приведем среди вот этих вот архитектурных шедевров А вот на той площади рядышком автобус нас будет ждать Где мы в него сядем и с чувством полувыполненного долга Поедем на ЖД вокзал Поедем на ЖД вокзал